Ребята, всем привет! Ну что же, наконец-таки мы с вами переходим к 21 уроку, заданию первому. Итак, lesson 21. Вы должны прочитать диалог, прочитать фразы и составить из этих фраз диалог между Джимом и Джиллом. Ну а затем в школе вы послушаете и проверите себя. Давайте посмотрим. Первая фраза. Good morning, Джим. Доброе утро, Джим. Good morning, Джилл. Вторая фраза. Доброе утро, Джилл. Далее, ребята. Would you like some porridge? Ты хочешь каши? Третья фраза. Четвертая фраза. No, thank you, but I would like some tea and cheese sandwich. Нет, спасибо, но я бы хотел чай и сырный сэндвич. Пятая фраза. Okay, here you are. Help yourself. Хорошо, вот, угощайся. Шестая фраза. Thank you, Джилл. И последняя, то есть спасибо, Джилл. И последняя фраза. You are welcome. You are welcome. То есть, на здоровье. То есть, давайте еще раз, ребята, полный диалог. Good morning, Джим. Good morning, Джилл. Would you like some porridge? No, thank you, but I would like some tea and a cheese sandwich. Okay, here you are. Help yourself. Thank you, Джилл. You are welcome. Окей, ребята, а мы с вами переходим ко второму заданию. То есть, вы должны разыграть с одноклассником разговоры между Джимом и Джиллом. Итак, ребята, задание третье, в котором вам нужно вставить пропущенные слова в рассказ Джима. И, ребята, прежде чем мы выполним с вами это задание, давайте посмотрим на рубрику Look and Learn. Посмотри и выучи. Boy. Слово boy – это мальчик. Мальчик переводится как мальчик. Итак, I am Jim. I am a boy. Я Джим. Я мальчик. I am nine. Мне девять. Вставляем слово nine. I go to school. Я хожу в школу. School. I can read and write. Я умею read, читать и писать. I like to swim and skip. Так, вставляем слово like. I like. Мне нравится swim, плавать and skip. Скакать в скакалку. For lunch. На ланч. I like sandwiches, cakes and... На ланч мне нравятся бутерброды, пироги и... Ice cream. Мороженое. Ice cream. I have got many friends. У меня много friends. Друзей. Вставляем слово friends. We play together on Sundays. Мы играем вместе в воскресенье. И последнее слово together вместе. Ну что же, ребят, задание четвертое. И вставляем, в котором нужно вставить вопросительные слова. Итак, what is his name? What. What. Как его имя? What переводится как? Какой. Иногда переводится как что. Второе. Второе. Who is he? Кто он? Who. Кто. Who is he? Третье. How old is he? Сколько ему лет? How old is he? Четвертое. Where does he go? Куда он идёт? Where. Where does he go? Ребята, слово where переводится ещё как куда, откуда и где. Пятое. When does he play with his friends? Когда он играет со своими друзьями? When. When. Когда. Окей, ребят. Ну что же, мы переходим с вами к пятому заданию. Вы должны помочь Джиму составить как можно больше словосочетаний. Итак, например, long ears – длинные уши. A long tail – длинный хвост. Давайте переведём все слова и потом попробуем что-то сделать. Long – длинный, short – короткий, funny – весёлый, strong, сильный, black, чёрный, white, белый, clean, чистый. Ears – уши, tail – хвост, nerves – нос, teeth – зубы, face – лицо, neck – шея, eyes – глаза. Ну и, например, strong neck – сильная шея, black, nerves – чёрный нос, white teeth – белые зубы, clean face – чистое лицо, funny eyes – весёлые, забавные глаза. Ребята, это только для примера. Это словосочетание можно составить сколько угодно. Начинайте, и я думаю, всё у вас получится. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно не забывайте подписываться на канал. Здесь много разных видео. И, конечно же, делитесь ссылкой на канал с вашими братьями, сёстрами, друзьями и знакомыми. Итак, задание шестое, в котором нужно закончить предложение. Давайте попробуем. Птицы едят кукурузу. Ребята, на этом всё. Пожалуйста, подписывайтесь. Всем счастливой удачи. Всем пока.